Йо, ребят, всем привет, с вами, как всегда, я Валрус, и сегодня я вам покажу целых, вы видите микромана, целых 7 способов поймать своего друга в л... Стой, 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 7 способов, опять, да? Снова меня будешь троллить своими 7 способами? Не, давай, так не пойдет. Давай сегодня ты запишешь 6 способов. 6 способов? Ну, в принципе, это даже проще, почему нет? Тогда сегодня я покажу вам целых 6 способов поймать вашего друга в ловушку в Майнкрафте, погнали! Хочу порекомендовать вам классный и крутой канал Катрапа, на его канале вы найдете интересные видеоролики по разным играм, а также по Майнкрафту. Лучший способ это ждать. Идите на... Я вам не сдамся, они его замуровали там, и теперь обстреливают, я должен его спасти. Дружище, ты должен остаться жив, эта деревня без тебя погибнет, остался последний воин. Быстрее, он может догнать тебя. Подписывайся по ссылке в описании. Итак, для первого способа я сделаю по-настоящему классную дискотеку для моего друга. Он подумает, что это крутой танцпол, но по факту это будет по-настоящему жесткая ловушка. Для этого вам понадобятся с вами разноцветные ковры, вообще разных цветов, которые только могут быть. Давайте я их разложу примерно вот таким вот образом. Не будем делать большой диско, как-то, я не знаю, как это назвать, диско-танцпол, а вот такую вот примерно небольшую, но зато очень уютную и самую главную незаметную ловушку. Теперь под одним из ковров мы должны с вами спрятать вот здесь примерно. Раздачник! Раздачник мы кладем вот таким вот образом. Так, берем раздачник, кладем его сюда и сюда, знаете, что мы с вами засунем правильно? Лаву, конечно, что же еще? Лаву? Отлично, кладем сюда лаву и теперь мы должны сделать так, чтобы мы, когда захотели, смогли активировать этот самый раздачник. Так, для этого мы должны с вами провести редстоун. Берем редстоун, проводим его сюда и теперь, я думаю, мы в принципе готовы. Так, давайте редстоун проведем еще вот сюда и вот сюда. Теперь здесь мы поставим с вами рычаг. Отлично! Ах, да, я забыл самое главное! Надо спрятать этот дебильный диспенсер! Только давайте поставим какой-нибудь другой цвет, например, зеленый. Отлично! Так, теперь мы должны с вами вроде бы убедиться в том, что все работает. Потом давайте все это попробуем замискровать таким образом, чтобы микроман никогда не надумывался, что это по-настоящему ловушка. Для этого мы просто сделаем вот так. Хм, думаю, реально это незаметно. Дверь будет закрываться железной, чтобы он не смог выбраться. Да, мы поставим именно железную дверь, которая будет открываться по нажатию по этой плите, для того, чтобы наш друг действительно никак не смог выбраться. Все вроде бы готово, теперь давайте попробуем посмотреть на то, что у нас получилось. И посмотрим на реакцию микромана как раз. Ого, что это за комната? Это танцпол! О, тут можно потанцевать! Тутс, 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 тутс! Ай, ай! Капец, откуда здесь лава взялась? Блин, я так зажигал, что аж сгорел. А для этого способа нам понадобится с вами прокопать вниз. Да, мы нарушим самое главное правило Майнкрафта! Ладно, мы нарушим вот совсем чуть-чуть, вот просто вот досюда докопаем. И потом сюда мы с вами поставим с вами что? Правильно, алмазную руду. Что это у нас будет? Давайте мы назовем эту штуку, знаете чем? Приманкой! Это будет приманка, я сразу говорю вам это. Это будет приманка, даже два алмаза у нас будет приманывать нашего микромана. Он их увидит, заходит спуститься, спустится. Но окажется, что он на самом деле в ловушке. Нет, 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 он сможет отсюда выбраться. У него будут блоки, я уверен. Но когда он будет их ставить, произойдет нечто ужасное. Потому что мы воспользуемся с вами вот таким вот новым предметом Майнкрафте. О котором я уже постоянно вам говорю. А именно наблюдателем. Так, давайте прямо сейчас его расположим вот сюда. Таким вот образом, отлично. Этот наблюдатель будет делать очень простую вещь. Как только наш друг поставит сюда какой-либо блок. Этот наблюдатель подаст сигнал и произойдет нечто странное. Нечто неприятное. И давайте попробуем это сделать. Так, ну конечно же мы должны расставить здесь очень много динамита. Потому что именно динамит зовется, если вдруг наш с вами друг, как это бы не звучало в рифму, пройдет мимо этого наблюдателя. Так, здесь мы поставим очень много динамита. Для того, чтобы... Ну, ловушка реально работала. Потому что ловушка что, не будет работать? Расставляем много динамита для того, чтобы все просто было замечательным образом. Так, оп-оп-оп, отлично. Вроде бы достаточно. Теперь давайте выйдем наружу. Все. Как бы это все незаметно не смотрелось. Так, вроде бы все хорошо. Давайте попробуем посмотреть, что же будет с микроманом. Если он вдруг купится на эту приманку и захочет добыть алмазы. Ах, ладно, давайте посмотрим. Ой, надо будет, наверное, каких-нибудь ресурсов полезных добыть. Так, чё? Алмазы? Так, надо будет как-нибудь к ним аккуратно спуститься. Так, спускаемся. Всего лишь одно сердечко себе отнял. Так, один алмаз. Надо будет поискать. Нет, нет никаких алмазов. Ладно. Надо будет отсюда тогда выбираться. Так, ну, один алмазик это хорошо. Я его как раз на поверхности нашел. Какие алмазы еще могут лежать на поверхности? Ааа! Что это за взрыв? Мой алмаз нет! А для следующего способа нам также понадобятся с вами раздачники, как и для первого способа. Только тут уже понадобится нам с вами побольше немного раздачиков. Вот примерно столько. Окей, давайте вместо травы, наверное, поставим что-нибудь другое. Например, камень. Мы ставим камень. На него располагаем диспенсеры. Вот таким вот прекрасным образом. С этой стороны. А почему бы с этой тоже не расположить? Получается, всего 8 диспенсеров нам понадобится. Это как минимум. Это как минимум. Окей, теперь мы должны... Так, я неправильно сделал, ребят. Я реально неправильно сделал. Но, в принципе, ничего страшного. Я могу сделать примерно так. Всё. Вот теперь точно всё правильно. Всё. И теперь вы никак не продеретесь. Теперь нам с вами понадобится, во-первых, поставить здесь стены для того, чтобы наш друг никак не выбрался с этой ловушки. Вот такие вот каменные стены. Да, действительно, каменные стены. Где вы? Вот они, да. Потом мы должны с вами расположить здесь сэмплингс. Если говорить на английском, если на русском. Это у нас саженцы мы должны с вами посадить. Вот такие вот прекрасным образом. А что же мы, по-вашему, положим диспенсеры тогда? Лаву, что ли? Нет. Мы положим костную муку. Костная мука как раз делает так, чтобы наши деревья как можно быстрее выросли. Кладём сюда, кладём сюда, кладём сюда, кладём сюда. Вот таким вот образом. Очень прекрасным образом мы это делаем. И, по идее, это должно реально сработать. Так, оп, 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 оп. Мы это прекрасно всё сделали. Теперь давайте сделаем так, чтобы эти штуки у нас срабатывали по какому-то, наверное, редстоун сигналу. И второй редстоун сигнал. Всё, теперь здесь мы поставим с вами рычаг. И, в принципе, всё это должно работать. В принципе, всё это должно работать. Я так думаю. Поэтому давайте здесь мы поставим С вами стекло для того, чтобы мы видели, что произойдет с нашим другом Раз, два, три, четыре, пять С этой стороны тоже поставим стекло, только уже с дверью Итак, вроде бы все готово Теперь мы можем запускать нашего друга Что? Это какая-то ферма? Так, а как в нее зайти? А, ну вот В нее можно зайти Стоп, а как выйти отсюда? Че? Че это за ферма такая? Откуда выйти нельзя? И че мне теперь делать? Эй, выпустите меня отсюда Эй, что происходит? Ой, деревья растут Как отсюда выйти? Нет, меня сейчас деревьями зажмет Ай, они нападают на меня Они растут Как отсюда выйти? Ё-моё Надо дверь ломать скорее, иначе меня сейчас здесь прижмет Спасите Что это за троллинг такой? Эй, это уже не смешно Ну что, ребят, следующий способ мы будем выполнять В темной, в темной пещере Здесь очень страшно, посмотрите Здесь даже мыши спят Им тут страшно, они не боятся летать Ой, теперь летают, молодец Короче говоря, здесь мы с вами расположим нашу ловушку Которая, кстати, делается не так сложно, как и предыдущие Поэтому давайте прямо сейчас возьмем Ту самую приманку С помощью которой Мы будем, как обычно, троллить микромана Так, окей У нас есть с вами алмазная руда Вот она Вы ее видите, вроде бы Вот таким вот образом микроман сюда встанет Начнет ломать эту алмазную руду Упадет вниз Здесь будет еще алмазная руда В принципе, тоже неплохо Чтобы он как бы не пугался Чтобы это, в принципе, не смотрелось как-то подозрительно Прокопает еще вниз, у него будет еще алмазная руда Прокопает еще вниз, у него будет, знаете что? Нет, не алмазная руда У него будет лава У него будет лава Вот таким вот прекрасным образом я его и затроллю в этот раз Ну, да Казалось бы, все вроде бы так прикольно Но нет Давайте придумаем нечто круче Давайте поставим сюда реально по-настоящему классную паутину Которая За помощью которой как раз мы сможем наблюдать за нашим другом Пока он падает вниз Потому что сюда мы поставим с вами стекло Вот это уже по-настоящему круто Так, окей И вроде бы наша ловушка готова Как вы думаете, готова, не готова? Осталось только ждать нашего друга здесь Окей, окей, я думаю, готова Я думаю, получится реально круто Чё? Шахта? Ну-ка, интересно, что у нас здесь есть? Алмазы Так, надо будет добыть эти алмазики О, стоп Куда я провалился? Ещё одни алмазики Ладно, у меня сейчас будет целых три алмаза О, нет Кто-нибудь, спасите Я попал в паутину Сейчас мои вещи сгорят Кирочка Прощай Прощай эти алмазики Нет Я не хочу умирать Нет Ну что, следующий способ Поймать нашего друга Троллинг Ловушку в Майнкрафте На этот раз с помощью Фермы Так же, как и в предыдущий раз Один Только на этот раз у нас будет Ферма не деревьев А ферма Тростника Давайте прямо сейчас расположим Здесь воду Для того, чтобы расположить тростник А тростник у нас где? А где тростник? Подождите Я не понял Куда делся тростник? Вот он тростник И давайте прямо сейчас расположим Тот самый тростник Будет здесь очень много Очень высокий Вы посмотрите Когда-нибудь Вы видели в Майнкрафте Настолько высокий тростник? Я лично нет Завлечет нашего микромана И он действительно захочет сюда зайти Для того, чтобы Разломать Тот самый тростник В принципе, да Ну, а что же будет не так с этой ловушкой? Вот такая вот штука Будет его поджидать Нашего друга Да Ребят, как бы это странно не смотрелось Но наковальня, которая весит Несколько килограммов Просто держится на тростнике Который Ну, как бы Который вообще можно сломать рукой Ладно, окей Это, в принципе, не важно Наковальня держится А это значит, что Наша Троллинг-ловушка По идее Должна сейчас будет работать Я думаю, да Для этого давайте сделаем Вот такую вот комнату Из которой, как обычно Микроман не сможет выбраться Сделаем ее из стекла Все, комната из стекла готова Теперь наш микроман Сойдет сюда И... Как вы думаете, что? Правильно попадет В ту самую Как обычно Нашу ловушку Так, окей Давайте прямо сейчас поставим Тогда сюда дверь Все, осталось только дождаться Пока микроман сюда зайдет И сломает тростник Для того, чтобы... Ой, ну короче Вы сейчас сами все увидите О, тут есть цветочки Отлично Так, я хочу их пересадить Куда-нибудь вот сюда Чтобы они росли И питались водичкой Так, еще один цветочек Давайте рядом поставим Чтобы ему было не одиноко Ладно, все-таки В эту штуку придется зайти, да? Ну, так Что это у нас тут такое? Какая-то ферма тростника Блин, капец Я сейчас здесь запутаюсь Надо будет здесь этот тростник поломать Ай! Что это было? Не понял Ладно, хорошо Я сейчас очень-очень-очень-много тростника соберу Да блин! Что это падает? А, что? Там наковальня? Реальная наковальня? Эй! А как я теперь выберусь отсюда? Она меня чуть не убила А теперь еще и закрыла В этой стеклянной штуке Ай! Еще и валрус пришел Нет! Не убивай меня! Нет! 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 Убил! Ну и последний способ Тоже очень простой Но очень эффективный И очень смешной Будет вот в этом лесу В Майнкрафте Да! Это настоящий лес в Майнкрафте Для этого нам понадобится С вами вагонетка С динамитом Потому что Именно она взрывается Если вдруг падает Давайте попробуем это проверить Например на этой штуке Мы ставим рельсы Ставим вагонетку Падает Взрывается Эй! Ты что не взрывалась? Наверное потому что вода упала Ладно, короче говоря Это точно работает И мы это можем повторить Просто поставив вот такие вот штуки Наверное Получается так Короче говоря Просто расставим по этому лесу Очень много таких вот вагонеток С динамитами Которые позволят нам Взять и затролли Ташего микромана Если вдруг он начнет рубить дерево Эта штука упадет на него И она взорвется Давайте попробуем это все-таки Ладно В любом случае попробуем это проверить Например здесь Ладно, в любом случае Должно работать Ребят Я вам честно говорю Это должно работать Давайте прямо сейчас посмотрим На реакцию микромана Ну это же точно должно работать Давайте посмотрим реально Надо будет деревца немножко добыть Потому что я себе хочу сделать Что-нибудь деревянное Надо будет обязательно до конца Дорубать А иначе Иначе Эти деревья не будут урасти И из них не будут выпадать саженцы Так, отлично Кажется я себе что-то еще и земляное сделаю Так, надо будет тогда Еще деревья поломать Здесь мы сломаем деревца Блин, капец Я испугался взрыв Почему деревья взрываются? Ай! А! Чего? Э Не понял А я не понял А ну-ка иди сюда Хочу добыть деревца свои До конца Ну тебе нафиг Блин Со своими троллингами Взрывается все вокруг Что микроман Тебе не понравились мои троллинги? Капец Блин Ну последний реально меня испугал Я не ожидал Что деревья будут взрываться Не переживай Больше такого не произойдет Кстати Я как и обещал Сделал всего лишь 6 способов Да Ну ты молодец Ладно Надеюсь ребят вам понравилось В видеоролик Если так то пожалуйста Поставьте лайк Подпишитесь на мой канал Зацените другие видеоролики Наши по конечному заставку А также подпишитесь на канал Микромана По ссылке в описании Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока-пока